В Алматы появился отель для насекомых. Необычное сооружение установили в ботаническом саду. Идея проекта заключается в том, чтобы привлечь на территорию полезных насекомых, которые опыляют растения, тем самым помогают им размножаться. У необычного отеля уже появились первые посетители. Бабочки, божьи коровки, пчелы-одиночки и осы. Последние даже отложили личинки. Значит, остановились тут надолго. У каждого постояльца свой номер. Их 11. В них есть всё для комфортного проживания. Пеньки, стебли, ветки и каменные плиты. На первый взгляд, это всего лишь двухметровый красивый арт-объект. Однако выполняет он много полезных функций. И главное из них в холодное время служит убежищем. Это вот такое вот сооружение, которое сделано полностью из таких вот органических. Никакой синтетики, никакого пластика здесь нет. Полностью это деревянные конструкции. Приспособлены под нужды этих насекомых. В основном сюда селятся летающие насекомые, которые занимаются опылением. Ну, как вы знаете, без насекомых ни один парк, ни один сад не может существовать. Они нужны. Это естественная часть вот этой всей экосистемы, которая здесь существует. Оплату за проживание насекомые компенсируют. К примеру, божья коровка лучше всех борется с клёй и паутинными клещами. Муравьи улучшают почву в саду. А пчёлы-одиночки не только пыляют растения, но и поедают личинки-вредители. Так что польза от этих постояльцев для ботанического сада большая. Сама идея соорудить здесь гостиницу пришлась по душе алматинцам. Ну, посмотреть хотелось бы. Интересно, во всяком случае. Ну, это же классно же. Было бы для людей так, отели бесплатные. Это вообще круто было бы. Насекомые должны уничтожать больных, жучков, паучков. Это отличная вещь. Пока в ботаническом саду один отель для насекомых. В планах у авторов проекта установить ещё несколько. А этот первый алматинцы смогут увидеть уже через 10 дней, когда откроют сад после реконструкции. Алмау Разбаева, Валентин Лобанов. Итоги дня Алматы.